Всем привет! С вами снова я, Ивановский Никита. И давайте попробуем создать достаточно сложный элемент из нашего интерьера. Первый сложный элемент из интерьера, можно сказать, вот такой стол, на котором будет стоять патифон, в честь которого был и назван проект. С чего необходимо начать? Во-первых, необходимо продумать, как лучше это всё сделать. Повертеть, желательно, да, повертеть этот столик, если он у вас есть дома в виде реальной модели, то это вообще просто замечательно, да, может быть, у вас где-то есть он у бабушек, у дедушек, то, пожалуйста, изучите его внимательно, может быть, даже отфотографируйте во фронтальный, с боку, справа, слева, сверху, запомните и представьте, с помощью чего это можно построить. Мы будем, с помощью чего, вообще реально его воспроизвести. Мы с вами будем воспроизводить его с помощью, опять же, сплайнов. Опять же, сплайнов и edit-поле, редактирование полигонов. Давайте сразу приступать, да, меньше болтовни, больше дела. Соответственно, с чего я начинаю? Так, конечно же, если у вас не существует такой картинки, то необходимо поставить эту картинку на фон, в качестве фона в 3дмаксе, либо, как у меня это сделано в виде плейна. И теперь, да, перейти в line, перейти в командную панель, свиток shapes, активизировать line и проделать вот такие шаги. Я теперь обрисовываю, то есть, ну, предположим, отсюда я обрисовываю общую геометрию моего столика. Да, практически так же, как мы с вами обрисовывали подсвечник. И обрисовываю столик. Вот здесь он заканчивается, да, ножка столика. Вот такая ножка у меня пока получилась. Я могу немного отредактировать уже ее, да, сюда наклонить, например. И далее, что мы делаем, как вы думаете? Совершенно верно. Мы заходим в настройки линии, включаем галочки Enable & Renderer, Enable & Viewport. Ставим галочку Rectangle. Чтобы у нас она была в прямоугольном виде, да. И далее увеличиваем ширину. Увеличиваем ширину вот таким вот образом. Да, смотрим, что у нас получается. То есть, в принципе, вот до этой ширины мы можем увеличить, а далее мы можем все с вами доделать с помощью, опять же, полигонов. Я поверх нашей линии применяю модификатор Edit Poly. Применяю модификатор Edit Poly и начинаю на уровне точек, начинаю на уровне точек, подгонять все точки так, как нам необходимо. Раз, два. Эти точки тоже надо не забывать, да, может быть, они у нас немного в самом начале легли не так. Тоже редактировать. Так, так. Эту точку, да, еще раз повторяю, что лучше выделять прямоугольным выделением, чтобы те точки, которые у нас находятся на заднем плане, тоже выделялись. Так, так. Так, теперь здесь пошел изгиб. Да, мы тоже по изгибу кладем все точки. Ну и здесь, соответственно, выравниваем все. Создаем ровненькую такую поверхность приблизительно, да, ровную. Здесь мы можем, да, перейти на уровень ребер и создать дополнительное ребро с помощью коннекта. И его чуть-чуть тоже вот так вот искривить, да, чтобы у нас обтекание шло лучшим образом. Эти точки я тоже исправляю. Исправляю, исправляю. Эта точка у нас как раз так и выходит, да, приблизительно. Если просчитать тот кусочек, которого у нас нет в сцене, да, нет в референсе, в примере. Вот такая заготовка ножки у меня получается. Заготовка ножки получается, да, я вам сразу раскрою все карты. Я чуть-чуть ее сюда вот выдавлю. Да, увеличу, естественно. Перейду в окно проекции left. В окно проекции left. И увеличу. Я сейчас немного буду увеличивать толщину. Выделю все точки. Вот таким вот образом выделяю точки. И немного их штабирую. Да, вот как это у меня получается. Вот. Да, то есть толщину я получил. Толщину я получил. Теперь мне что необходимо. Да, мне необходимо, во-первых, отодвинуть немного. Я немного отодвигаю нашу ножку. И, как я сказал, раскрывая сразу карты, я буду применять turbo smooth. Да, пока у нас квадратный, я применяю turbo smooth так же абсолютно, как в подсвечнике. Если я сейчас применю turbo smooth, то мы получим вот такую ножку, у которой не видно углов. Поэтому нам необходимо создать дополнительные ребра, дополнительные ребра и произвести акцентуацию на тех ребрах, которые не должны так сильно закругляться. Я пока удаляю edit-поле. Пока удаляю edit-поле, перехожу во фронтальное окно и создаю дополнительные ребра с помощью того же самого коннекта. Перехожу на уровень ребер, нажимаю connect, но не просто на connect, а на табличку рядом с коннектом, на табличку рядом с коннектом и создаю дополнительное ребро. И вот двигаю. И вот двигаю вот сюда. Двигаю, нажимаю ok. В итоге у меня получается такой результат. Далее я перехожу наверх. Здесь я тоже мог создать это дополнительное ребро, но так как мы с вами будем использовать... Да, у нас стол идёт ещё вот сюда вправо мы будем демоделировать, поэтому создавать пока дополнительное ребро не будем. Пока не будем. Да, это мы сделаем позже. Мы создадим дополнительные ребра вот здесь. Перехожу опять на уровень ребер. Выделяю ребро. Это ребро у нас будет как бы... Да, можно ещё чуть-чуть отмасштабировать, увеличить саму ножку. То есть я выделяю все вот эти полигоны, чтобы не переходить в другие окна проекции. Чуть-чуть увеличиваю. Вот. И теперь выделяю ребро. Вот это ребро с шифтом. Одно ребро, потом второе ребро с шифтом. У меня получается такой результат. Я применяю к нему инструмент Chamfer Fasca. Инструмент Chamfer. Пока я сверну Soft Selection. Ищу Chamfer. Вот он в свитках Edit. В Edges. Нажимаю на табличку рядом с Chamfer. И далее задаю значение Chamfer. Вот предположим так. И можно задать ещё дополнительное ребро, чтобы он насоздал. Чтобы эта вот сама грань была достаточно жёсткой. И увеличиваю чуть-чуть сам Chaffer. Окей. Да, если теперь я применять Pudu Turbo Smooth, то у меня получится вот такой результат. Видите, это ребро осталось достаточно жёстким. Теперь то же самое я должен проделать и с другими ребрами. То же самое я должен проделать и с другими ребрами. Для этого... Для этого что я делаю? Удаляю пока Turbo Smooth. И выделяю вот эти ребра. Это ребро. И это ребро. И у них тоже создаю фаску, но уже с одним шагом. Создаю не три, а один шаг. Окей. И немного поближе. Вот таким вот образом. Вот. Далее мы с вами приступаем непосредственно к созданию вот этой части. Сразу чего медлить. Я выделяю вот этот полигон. Именно этот, потому что здесь, видите, у нас ступенька есть. Я выделяю этот полигон. Этот я не буду трогать пока. У нас ступенька идёт. Она как раз будет выполнять роль вот этой ступеньки. И что я сделаю? Я экструдирую. Я применяю экструд. И вот таким вот образом экструдирую один раз. И потом приблизительно на длину. Вот. Куда. Вот сюда. Я дотягиваю. Примерно здесь у нас будет. Нам необходимо с вами создать всего лишь четверть нашего стола. Всего лишь четверть стола. А остальные все части мы с вами доделаем. В итоге у нас получается ступенька. Вот она ступенька. У нас получается этот элемент. Если я буду применять TurboSmooth, то получу такой результат. Да. Ступенька есть. Мы её потом ещё усилим. Несколько. Да. Вот она. Мы её с вами будем усиливать. И в эту же сторону я то же самое делаю. То есть я перехожу на уровень полигонов. И экструдирую. Горячая клавиша, кстати, Shift-E. Да. На ребро, но немного меньше. Ну, на такое, например, расстояние. Экструдирую на такое расстояние. И теперь мне что необходимо. Да. Согласно рисунку. Согласно рисунку и согласно нашей фотографии. Да. Если я вот здесь вот. Здесь чуть-чуть получше качество. Мне необходимо воспроизвести вот эти вот линии. Для этого, что нам нужно сделать? Создать дополнительные ребра. Я перехожу во фронтальное окно с помощью горячей клавиши F. Выделяю ребра. Выделяю ребра и применяю Connect. То есть я несколько раз сейчас сразу вот с нулевым вот этим значением и с этим значением нулевым. Я разбиваю нашу вот эту часть на несколько ребер. И начинаю видоизменять. Да, то есть мне не очень хорошо, конечно, видно. Но давайте пользоваться вот этой картинкой. То есть здесь у нас идет возвышение. Вот такое. Здесь можно даже создать дополнительное ребро. Но уже с одним Connect. Идет возвышение. Потом идет у нас... Потом у нас идет наоборот. Да, вот здесь у нас приблизительно опять идет понижение. Понижение. Здесь идет возвышение. Вот это я сюда подвину. Вот. И далее здесь опять. Да, и здесь опять я создаю дополнительное... Можно даже два ребра создать. Я создаю понижение, да. Хоп. Так. Так. Здесь, чтобы более плавно все было, необходимо отредактировать. Да, может быть, добавить дополнительное ребро. Дополнительное ребро добавляю. И тоже их таким вот образом передвигаю. Вот. В итоге у меня получается такой результат. То есть вот пошло. Здесь можно еще одно такое создать. И несколько раз. Сначала здесь, потом здесь. Вот эту штуку можно подвинуть все-таки. Вот таким вот образом. Сделать не такое. А здесь создать еще ребра. Дополнительные ребра для того, чтобы создать красивую вот такую штуковину. То есть она пошла вниз, потом сюда. Да, и чуть-чуть так отмасштабировать. Вот. Теперь, если я буду применять TurboSmooth, то у меня получится такой результат. Сглаженный. Да, достаточно сглаженный, нормальный. Сглаженный нормальный. Мне что остается сделать? Мне остается сделать, ограничить, опять же, с помощью дополнительных ребр. Мне необходимо ограничить сверху и снизу Smooth. То есть только насколько будет смуфиться данный объект. Это я буду делать с помощью, опять же, чего? С помощью коннекта. Перехожу на уровень ребер, нажимаю Connect, один, и двигаю данное ребро вверх. Во-первых, окей. Во-вторых, двигаю вниз. Коннект. И двигаю вниз с помощью настройки слайд. С помощью настройки слайд я передвигаю вниз. Окей. Да, боковина. Боковина мы тоже можем немного, немного с вами как-то попридумывать, что здесь будет, да? То есть я пользуюсь коннектом. Здесь выставляю ноль и задаю такое значение. И здесь, опять же, начинаю что-нибудь такое придумывать. К примеру, у меня будет вот такой бок. Его не будет видно на рендере, да? Но, мало ли, мы с вами захотим сделать несколько рендеров, поэтому сразу все это воспроизвожу. Ну, в принципе, первая часть закончена. У нас получилась такая заготовка столика. Если я перейду в изолированный режим с помощью Alt-Q, увеличу количество интераций, то, замечу, получил такой результат. Да, если мы посмотрим на столик, то, в принципе, чем-то напоминает то, что нам нужно получить. Единственное, что давайте теперь сразу с помощью Symmetry увеличим количество вот этих частей на 4. Я удаляю TurboSmooth и применяю Symmetry. Применяю Symmetry. Во-первых, ставлю галочку Flip и двигаю двигаю эту часть вот сюда. Окей. Получил, да? Вот она здесь как раз получается. Окей. И теперь я получившийся результат опять же симметрично отражаю, но уже по оси Z. По оси Z тоже двигаю. После этого я могу попробовать применить TurboSmooth и посмотреть на свой результат. Вот такой столик пока получается у нас на данном этапе. Пока такой столик, да? Если я выхожу из изолированного режима и посмотрю на результат, ну, я думаю, чем-то похож. Чем-то похож. Далее. Продолжим моделирование столика в следующей части. Спасибо за внимание. С вами был Ивановский Никита. Продолжение следует...